Добрый день, очень забавная штука, я на своем основном аккаунте буду прокачивать сегодня карту на максимальный уровень второй раз. Я вообще всегда записываю ролики про каждую карту, которую прокачиваю на своем основном аккаунте, про арены, про кубки, про все записываю, потому что, ну, в основном у меня канал построен на том, что я прохожу эту игру. И всегда снимаю различные проекты и параллельно основа ведется у меня как основной, да, как стержень моего канала. Я всегда записываю, где я прокачиваю какую-то карту постепенно, у меня можно на канале, кстати, любой видос найти про любую карту, где я еще был там, не знаю, где-то на 3000 кубков, я не помню даже какая прокачка, у меня шестые арарки, по-моему, в тот момент были. Короче, много чего записывал и когда прокачиваю карту на максимальный уровень, я всегда говорю, что этот момент всегда надо записать на видос, потому что, ну, я не знаю, можно назвать меня летсплейщиком по клэшиали или нет, но, блин, этот момент происходит всего лишь один раз. Но суперселлы мне предоставили возможность сделать это дважды. Я Хога сегодня буду прокачивать на максимальный уровень и не только Хога, он у меня уже был максимального уровня, но с того момента, когда там минусовали гемы, немножко код снули мои карты, очень, кстати, забавная штука, такого никогда не было, ну и да ладно. Знаете, за что им нужно отдать должное? Они мне вернули золото, реально, они мне вернули золото, вот они отняли Хога, да, и 100 тысяч золота мне накинули, отняли там мушкетера и 100 тысяч золота за это накинули. За это им огромный респект, спасибо, что мне не придется тратить другое, ну, не другое золото, но то золото, которое я копил до этого, да, то есть оно никуда не ушло. Поэтому сейчас прокачаем Хограйдера и это как раз таки будет поводом поиграть с ним, потому что я в последнее время очень зациклился на гиганте, на големе, ну, просто я люблю пуш-колоды. С Хогом у меня не так получается, я собрал сегодня три колоды, вот такая вот против танков, прям жирная, жирная, крутая дека. Вот такая вот 2.6 стандартная классик и вот такая вот 2.9. Взял ее в ТВ-Рояль и, слушайте, она выиграла колоду 2.6. Хочу всеми поиграть, посмотрим, на что они способны. Ну и предлагаю перейти к прокачке, собственно, Хограйдера. 100 тысяч золота, второй раз, это прям, я не знаю, с чем сравнить. Прокачиваем, хотел сказать, это как дважды лишиться действенности, ну, такое себе сравнение. Ну, правда, ребят, ну, 13-й Хограйдер, блин, ну, Суперселл, ну, вы, конечно, умеете удивить. Спасибо, спасибо, конечно, вам за возможность прокачать карту мне еще раз до максимального уровня. Я, кстати, знаете, задумался, может, не стоит прокачивать остальные карты, вдруг когда-нибудь добавят 14-й уровень Башни Короля. И Мушкетера давайте прокачаем, тоже за 100 тысяч золота. Короче, предлагаю начать, ну, давайте начнем, наверное, с 2.6 Хога, потом перейдем к 2.9, а потом к 3.3. Короче, по возрастанию цены эликсира. Поехали. 2.6 Хог, на самом деле, ну, более мне привычный, ну, не привычный даже, а я с ним уже играл, и как бы более-менее против некоторых колод понимаю, как играть. Против Голема, конечно, всегда путаюсь. Так, эм, так-так-так-так, блин, давайте здесь Мушкетера. Это, скорее всего, похоже на 3-х Мушкетов. Здесь мы поставим пушку, вот так вот. А, нет, это не 3 Мушкета, хотя хрен его знает, что это. Так, давайте так вот делать. Эть, и вот так. Хорошо. Задефались, и Мушкету надо подкинуть Ледяного Голема. Согласны? Я думаю, да. Все. Что у него там сейчас будет? Ордомух? Нет, просто Мушкетер. И плюс зап. Варвары, Валькирия, Принц, Мушкетер. Я понятия не имею, что это за колода. И сейчас, скорее всего, смотрите, будут варвары. Надо запредиктить. Смотрите, оп. Он же прокрутился до варваров. И, смотрите, кидаем наперед фаербол. Давай, варваров! Ты днище, блин! Чё ты не выкинул варваров? Блин, ну капец. Пытаешься играть как проигрок, предиктить все дела. А соперники, блин, подводят тебя, короче. Ну, он реально должен был варваров выпустить, камон. Так. О, вот они, варвары. Так, ну давайте, давайте, давайте теперь вот так делать. Так, во. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, маг, походу, снесет, да, мою вышку? Не, не снесет, отлично, мне повезло. Тихо! Фух. Ну, это, блин, фаербол я слил. Если бы фаер не сливал, то я бы так много урона не пропустил. Слушайте, у него танка, что ли, нету? Это и все его карты, блин. Ну, по-моему, еще заклинания какие-то должны у него присутствовать. Так, ну, придется тут мушкетера тратить. Надеюсь, я поставил так, что... Не, мушкетер не пойдет налево, да? Или пойдет, или пойдет. А, нет, не пойдет. Ну, мне нетрудно его дефать, на самом деле. Колода быстрая у меня. Так, ну давайте так, ледяного голема запустим. Так, я понял, он, короче, хочет слева. Давайте ставить пушку, потому что я прокручусь до второй сейчас. Так, поизон, окей. Здесь давайте скелетики за один элик. Здесь у нас мушкетер. Так, это вообще шикарно. Куда он варвара выкинул вообще? Я даже не буду атаковать, я буду просто дефаться. Потому что... Да, смысл, я все равно вторую вышку не снесу, мне кажется. Просто крутимся, крутимся. Так, здесь мушкет. Ммм, здесь ледяной голем. У меня уже есть вторая пушечка. Вот, ставим вторую пушку сюда, вот так вот. Смотрите, просто жесть. Я могу его кайтить по всей арене. Мушкетера дефать не буду, там фуловая вышка. Сливаю здесь скелетиков. Ну, даже если и ракеты у него есть, он вышку уже не заберет. Победа. Мне повезло, соперник не очень был скилован. Переходим ко второй колоде. Эту деку взял FTV рояль. Она выиграла предыдущую деку Хока 2.6. Но это как бы ничего нам не говорит. Поехали проверим ее на практике. Вот, я посмотрел этот бой в TV рояль. Немножечко. Ну, так, просто знаете, чтобы приблизительно понимать, что да как тут выпускать. Просто иногда я очень туплю. Очень. Потому что я привык играть с големом. Там совершенно другая стратегия. Так, давайте сплит копейщиков. Хотя я знаю, что копейщиков могут даже сразу вот так вот. Сразу вот так вот у мостика кинуть, чтобы какой-то урон нанести. Мне кажется, это хотел сказать арбалет. Ну, пускай будет мортира. Окей. Так, отлично. Можно было бы запнуть, конечно. Но не будем этого делать. Так, делаем сплит. Оу. Так. И так. Разряд. Блин, кривая пушка. Ее ставить нужно немножечко не так. Но самое главное, что мы урона от Хога не пропускаем. Смотрите, мы запускаем Хога справа. Ему нужно дефать и там, и там как-то все это. Блин, это ж надо было мне кинуть именно туда. Ладно. Ой, копейщиков я слил. Эти тереть. Ну, хоть убили мортиру. Так. Слева мы нанесли урон и тычку сделал Хог. Замечательно. Пушку где-то вот сюда надо ставить. Пойдите, сюда куда-то я видел ее. Или, блин, сюда. Вот так вот ставят пушку. Если с этой стороны, то сюда. Вот, по-моему, на такое расстояние Хог не сагрится. Блин, я не помню. Просто в Тиви-Рояль смотрел. И чувак реально правильно ставил пушку. Ну, вот так вот. По-моему, так. Оп. Блядь. Это не так было. Это совершенно было не так. Ладно. Залетаем. Залетаем. У него нет разряда. У него есть бревно. Так. Здесь копейщики. О, он пропустил Хога. Чекайте, чекайте, пацаны. Просто чекайте разряд. Просто замечательно. До хренища урона пропускает. Просто. Это минус вышка. Это стоп. И я же тоже Хога пропустил. Идиот. Я поставил вот так вот пушку, да? А надо? А надо? Надо вот так, наверное. И надо... Блин, я не знаю. Он как-то так ставил пушку, что Хог всегда хагрился. Ну, наверное, вот так вот. На клеточку выше. Смотря как Хога выпускает, наверное. Я это не учел. Так. Летучих мышей так. Пушка. Да, блин. Да, нормально. Я думал, опять не сагрится. Так. Окей. Там фаербол. Будем фаерами уже добивать. Так. Замечательно. Так. Давайте сплит делаем. Делаем сплит. Здесь давайте копейщики. Так. Отлично. Здесь у нас пушка. И здесь у нас разряд. Так. Фаербол вот так вот на мортиру красивый летит. И... Крутимся. Крутимся, короче. Не даем ему, не даем ничего сделать. Так. Разбойники. На пушечку пока не хватает. Поэтому мы ее оставим вот сюда. Нормально. 200 хп осталось. Ну, в принципе, я победил. Но он один раз хога пропустил. Одну ошибку допустил. И, короче, видим, что парень дальше поплыл. Но он мортиру поставил, короче, сразу вот здесь у реки. И тем самым хог на нее не среагировал. Но я тоже, кстати, один раз хога пропустил. Но я хотя бы задефался. Прекрасно. Ну и последняя колода. В ней я больше всего уверен. Но такое ощущение, что я с ней сейчас и проиграю. Давайте. Поехали. Надеюсь. Но эта колода больше заходит против големов. Против гигантов. Лава шар. В принципе, почему бы и нет. Но тут просто пламенный есть. Он таких жирных юнитов хорошо так дефает. Вот. И, в принципе, я этой деки вчера проиграл, когда играл со спарки. Вот. Ну, короче, гиганту, я думаю, я буду контр. Но, опять же, тут недешевые карты. Вот. Травосек 4. Пламенный 4. И нужно как-то вот все правильно делать, чтобы по эликсиру не просаживаться. Так, ладно. Так. Сплит. Окей. Сплит миньонов. А что делать сейчас? Где мой хог? Ага. Я понял. Так, блин, пацаны, не знаю, что. Давайте сплит стражей. Что, может фаер кинуть? Давайте кинем фаер туда. Вот так вот. Отлично. Пэм. Отлично. Так. Наверное, он сейчас что-то подкинет слева, да? Ну, по идее, таран там какой-то. А нет, таран будет тут. Отлично. Так. Ледяной голем. Разряд. Разряд. Отлично. Дровосек. Красавчик. 13 уровня все-таки, как-никак. Это вам не хухры-мухры. Так. И забрасываем хограйдера. А зачем я забросил хограйдера, когда нету разряда? Ведь у него есть банда, гоблина, виарда, миньонов. Ну, ладно, под рейджем немножечко урона мы нанесли. Как-то, как-то меня учили правильно выбрасывать миньонов, но я этого делать еще не умею. Реально. Так. Так, так, так. Так. Прокрутиться я не могу, ребят. Ну, в смысле, в том плане, чтобы до хога опять. Это не быстрая колода. Вот. Поэтому я хрен знает, как быть. Тут пламенный вообще мне не в тему, однозначно. Вот тут бы зарешал бы хог 2.6. Естественно, кидаем фаер. А во, это гигант. Ну, тогда ладно, тогда еще шансы есть. Так. Сейчас будет один мушкетер направо, скорее всего. А один. А два на... Ой, один налево, один направо. Короче, ладно, уже посмотрим сейчас, короче, что тут будет у нас. Так, здесь так. Дровосек. Так. И у нас снова есть фаер. Смотрите. Блин, куда ты ушел? Куда ты ушел, блин? Так. Тихо. Аккуратно. Главное, играть аккуратно. Не спешить. Не спешим, не спешим. Забрасываем. Так. Готовим сейчас разряд. Используем разряд. Хог там под рейджем нормально. Так наносит, наносит. Так, отлично. Сливаем ледяного голема сюда. Так. Дровосек пошел. Миньоны. И хограйдер. И хограйдер. Поехали. Поехали. Так. Отлично. Так. Все там прекрасно сейчас будет. Тут мы закидываем фаерболл. Плюс разряд. Здесь так делаем. Вот так. Во. Все красиво. Замечательно. Так. Стражики там дефают. Дефают. Дефают стражики. Здесь ледяной голем. Успели. Победили. Блин. Классно. Я всеми колодами выиграл. Плюс 30 кубков. Хотя. У меня были сомнения. Что я с хогом плохо сыграю. Вот. Но я еще не так высоко сижу. На самом деле. С пятыми легами. Как бы. Ну. Поймите. Прокачка. Да. Решает относительно. Но на высоких кубках. Это не так имеет значение. Тут реально. Если парень хорошо чувствует колоду. Ему прокачка особо не влияет. Ну. Там один уровень. Плюс-минус. Как бы. Ну. Не особо влияет. Хотя. Я. Конечно же. Уверен. Что. С моей прокачкой. И легко играть. Но. Опять же. С хогом. С хогом. Я не профессионал. Короче. Вот колоды. 2.9. 2.6. 3.3. Три колоды с хогом. Пользуйтесь. Друзья. Хог райдер у меня. Теперь максимального уровня. Снова. Я думаю. Что с ним буду играть. Теперь чаще. Спасибо вам за просмотр. Спасибо суперселл. За то. Что предоставили мне возможность записать видос про хога. Потому что так бы я с ним вряд ли сыграл. А так хоть был повод. Спасибо. Подписывайтесь. И до новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok